Комплексы зданий Комплексы зданий Ничто в нем не выдает Ничего такого ужасного Которое было в ГДР Для его жителей Красиво, тихо, спокойно Думаю, что здесь было достаточно просторно Не было так заставлено автомобилями И вот через этот вход входили сотрудники Штази и Службы Внешней Разведки Германии Сейчас мы тоже туда войдем А теперь там, кстати говоря, музей Куда может прийти каждый Кто оказался в Берлине И я очень советую это сделать Значит, вот Вид из окна Третьего этажа центрального здания Обычно просто Никогда не скажешь, что здесь Все такое страшное И творится госбезопасность Холл входной Я думаю, что Все сохранилось с тех времен, когда здесь Было штазе ГДР, Дзержинские Цветы в катках, очень аккуратные такие Батарея закрытая Ленин, Маркс Флаги Все как должно быть И вот через этот вход входили сотрудники центрального аппарата Спецслужбы ГДР В принципе, сейчас мы можем посмотреть Как этот комплекс зданий выглядел Здесь не только сотрудники штазе работали Но и жили, потому что здесь не только офисные помещения Но и жилые дома расположены И мы с вами находимся сейчас строго Вот по центру, мы видим в центре серый Такой высокий прямоугольник С козырьком Мы сейчас с вами здесь вошли Через двери, которые я уже показывал В входную группу Некоторые, правда, приезжали Не своим ходом Некоторых привозили в таком вот Автозаке И я думаю, что По Берлину Времен ГДР такие есть В большом количестве Поди отличить, что это едет хлеб, игрушки Молоко Или перевозят Так называемых врагов Государства Ну, давайте посмотрим теперь Что в этом музее находится Лестница такая обычная, советская Сейчас мы с вами по ней Поднимемся Кто-то поднимался по лестнице Кто-то ездил на лифтах Лифты такие Без дверей Просто крутили взад-вперед Запрыгивать, выпрыгивать Сейчас эти лифты становились навсегда Вряд ли не поедут Такой советский линолеум Уникальный Полы, кстати говоря Сохранились со времен Советского Союза Вот мы начнем с вами Наше путешествие С портретов руководителей Немецкой разведки Немецкой службы государственной безопасности Которые все вместе Носят название штази Кстати говоря Я должен сказать Что за все время ГДР У штази был только один руководитель И мы чуть попозже Про него поговорим подробнее А пока я покажу вам Комплект мундирования Который был у сотрудника штази Автомат Калашникова Каска Пистолет Штампы Вот я не понял Для чего эти штампы Нужны наверное Печатать какие-то конверты С донесениями Противогаз Еще набор печати И вот погоны От низшего чина До начальника службы И служебное удостоверение Такое простенькое Зелененький картон И собственно говоря Сам мундир А это уже шкафы Для хранения секретных документов Сделаны они так Очень интересно Вделаны По-советски В стену Закрыты Красивыми Декорированными Деревянными Дверями Советский инвентарный номер 58-684 Все как Как у нас Ничего у них уникального не было Ну поймите дальше В этой комнате Кстати говоря Велся архив Тех самых стукачей Которых было По всей стране Вот это вот Кодовые имена Вот сейчас мы посмотрим С вами на журнал Куда заносились Контакты всех этих людей И их общение И прочее Возможные выплаты Там присутствовали Не знаю за что Честно говоря Не выяснил За что в Германии Народ Какой мотивацией Пользовался И шпионил За своими гражданами Но мы пока пойдем На третий этаж Это этаж Руководства Службы внешней разведки И Непосредственно Всей штате Службы внешней разведки Кстати в РУ Будет немножко в другом месте Здесь уже не линолеум И не непонятные напольные покрытия Дубовый паркет Вот И мы с вами входим В комнату Где сидит Секретарь Начальника службы Телефоны Телевизор И все такое Кстати говоря Если вы как и я Любите фильмы Про агента Калибри И истории Внешней разведки ГДР То вы сейчас Наверное будете Очень сильно узнавать Все эти интерьеры Потому что весь сериал Про агента Калибри Товарищи Фюкса И товарищи Шопенштадта Снимали здесь Вот здесь сидела Бывшая жена Агента Калибри Которая Была устроена На работу В службу Принесней разведки ГДР Отсюда Вели всякие Разные нехорошие Переговоры Здесь секретариат Причем сразу Несколько Ответственных товарищей И дальше Мы идем Уже ближе Это комната Отдыха Да Это комната Где обслуживали Товарищи министры Умывальники Раковина Для мытья посуды Рассмотрим в другую сторону Здесь товарищ Руководителю службы Штази Готовили еду Когда он зарабатывался Сильно Да и наверное Когда не сильно Зарабатывался Тоже готовили Вот идем дальше Это То ли здесь адъютант То ли здесь еще один Секретарь Более высокого уровня Честно говоря Все по-немецки Я немножко Запутался Во всех этих Людях Которые помогали Ответственному товарищу Выполнять свои Крайне важные Для страны функции А мы идем дальше Снова по паркету Это одна из комнат Для совещаний Совещаться можно было За рюмочкой Русской водки Вот в этих вот удобных Мягких деревянных креслах Можно было совещаться Узким кругом За переговорным столом Можно было совещаться Аж целой коллегией Вот за таким красивым Длинным Удобным Столом Пойдем дальше Здесь собственно говоря Сидел сам Руководитель службы Как я уже сказал Он за все время Существования ГДР Не менялся Был не изменен Он у них один Менялись только его заместители Начальники других подразделений Это мы уже попадаем Святая святых Это комнаты Где руководитель Штази Работал один Отдыхал заодно Вот здесь он спал Смотрел телевизор Мог с более близкими Друзьями пообщаться Еще какими делами Нехорошими Позаниматься Опять таки Если вы смотрели Фильм Дочленд Трех разных годов Про гентокалибрь То здесь товарищ Фюкс Развлекался С другими ответственными Товарищами Противоположного пола И мы сейчас Попадаем В такой же холл С мраморными Плитами на полу Здесь Ждали Своей очереди Для приема Начальникам Штази Другие Ответственные И не очень возможно Ответственные товарищи Но точно не задержаны Они приходили на прием Это большая комната Для совещаний Возможно коллеги Штази Что-то Что-то подобное Здесь опять таки Все красиво Функционально Секретные карты На стене Вот здесь Если смотреть фильм Про Германию И про агента Калибри Здесь как раз Они проводили Все совещания Во главе стола Под этой картиной Картины не сменились Сидел руководитель Службы внешней разведки ГДР Товарищ Фюкс У него есть Совершенно конкретный Прототип Настоящий Он Забыл Простите Его фамилию Но в общем Мы с вами обошли Целый третий этаж По кругу зданий Вот И сейчас с вами пойдем Еще на один этаж А это Комната для Секретчиков Здесь велись Переговоры Здесь сидели Переводчики И секретари Которые Станографировали совещание Поднимаемся На последний этаж На четвертый этаж Основного здания Секретные службы Германии Органы госбезопасности ГДР Штази И Службы внешней разведки ГДР Вот Здесь Собрана коллекция Того Как работали Агенты Под прикрытием Не под прикрытием Штази Внешней разведки И полиции Значит В ГДР Не было Милиции Как это было У нас У них Это была Народная полиция Deutsche Fox Polizei Не было у них Дружинников А были у них Так называемые Помощники Дружинников Вот их красная Повязка И удостоверение Оно такое делалось На зеленом картоне Тоже как у Сотрудников Госбезопасности Да у всех сотрудников Правоохранительных И прочих силовых Структур ГДР Пойдемте дальше Это коллекция Жучков Которые ставили Везде В разных местах Вделывали В пожарный фонарь Висел на стене Могли прийти В гостиницу А это вот Собственно говоря Как снимали В номера гостиниц Когда говорят Что у стен Есть тюши Это на самом деле Не какая-то там Метафора Это вот действительно Стена с ушами Вы вселитесь в гостиницу Да И вдруг Случайно Вот можно Вряд ли вы конечно Прямо так это Очевидно Обнаруживали Но вот это Камера А это вделано В бампер Автомобиля То есть Едет машина И все снимает Здесь у нас Тоже какие-то Очередные Записывающие Устройства Вот камера В лейке Камера в галстуке Маленькая камера В большом фотоаппарате Мы о мне еще поговорим Или вот Самое мое любимое Это Шпионское оборудование В сумке С которой бабушка Ходит на рынок Идет старушка На самом деле Это не старушка Какой-нибудь Майор штази Камера в ремне В пряжке ремня Камера В Прости господи Термосе Или в модном Но в то время Немецком Магнитофоне С одной стороны Магнитофон То есть Умели Умели в СССР Делать нормальное Шпионское Оборудование Ну или оборудование Для разведчиков Кому как Это набор Удостоверений Разных сотрудников Штази Это мы пришли с вами В отдел Где контролировали почту То есть Простые граждане Пользуются Почтовыми ящиками Отправляют письма В это время Все их письма Читает Служба государственной Безопасности Германии Которую все Знали под названием Штази Сейчас мы с вами Посмотрим Как эти конверты Вскрывались У них был специальный Отпариватель Вот мы смотрим на него Отпаривали конверт Вскрывали Вот там справа Видно Отпариватель Помощнее И такой портативный Сканер Сейчас будет А вот письма Просвечивались Переносным рентгеном На почте Тут удивительно Что рентгены были У тех Кто читал Переписку Частную переписку Граждан Но при этом Не во всех Клиниках Германии Были Рентгены Вот это Скрытое Фотографирование Вот так Делали Оперативно Фотографии Для того Чтобы производить Тайные обыски То есть Сначала Фотографировали Как было После этого Проводили обыск После этого По фотографиям Возвращали назад А вот так Агенты секретной службы Проводили в квартиры Граждан Это наборы Отмычек Которые Являются Частью Джентльменского Набора Секретного Тайного Агента Спецслужб Германии Их удостоверение В случае Если вдруг Попадутся А вот это Уже Когда надо Попасть в квартиру Так чтобы вообще Никто не заметил Это набор Для копирования Ключей Их фотографировали Ключи И делали слепки Собственно Как мы с вами Видим Во многих Разных кино Наставить Ставить было В помещение Которое Тайно Обыскивалось Но при этом Сохранить копии Теперь Мы с вами Попали В помещение Где Рассказывается Как Уже Граждане Попадали В тюрьмы То есть Вы нахулиганили На концерте Или не дай бог Что-то антиправительственное Крикнули Вот вас привели Посадили на такой стул Сняли с вас пальчики Сделали табличку С вашим номером Вас Сфотографировали Как положено Фас профиль Отпечатки пальцев Как мы все знаем И после этого Отвели вас в камеру А если вы начали хулиганить То охрана Применен Коммера физического воздействия Вот у них были такие Выдвижные дубиночки И собственно говоря Дальше вы Сидите В местах Не столь отдаленных С вами работают Следователи штази Ну и последний наш Зал Это шпионское оборудование Уже внешней разведки Камера в чемодане Камера в канистре автомобиля Вот так вот Там на фотографиях Показано Как люди это делали У них вот Камера в пакете Камера Маленькая камера В большом фотоаппарате То есть человек Сейчас мы ее увидим В принципе Вот она Нет Это Да Вот камера в камере И камера в каком-то планшете Вот камера в камере Значит большая камера В ней маленькая камера Сделано это для того Чтобы человек Играл роль Простого туриста Ничего не прятал Носил как будто бы Камеру на груди При этом Фотографировал не то Что разрешено туристу А фотографировал Когда надо То что фотографировать нельзя Ну классическое фото ружье Здесь у нас Никого этим Не удивишь Мы со времен Шарикой Матроскина Про фото ружье Все знаем Вот А здесь у нас Фотографическое оборудование В деталях автомобилей В фарах автомобиля Вот ставили На решетке радиатора Мы видим От обычного Жигуленка Шестерки Может быть копейки Неважно Мы все В Германию Всю эту модельную Линию Жигулей Она же Лады В ГДР перевозили Поэтому все Там Там было Вот это Какой-то очень сложный Прибор Я честно говоря Плохо владею немецким Я не понял Где он был встроен Но это тоже Опять-таки Оборудование Для тайного Какого-то фотографирования Вот Здесь у нас уже Передающая Аппаратура Которой Агенты Внешней разведки КДР Находясь За рубежом Передавали Донесения В Берлин Это рация В чемодане Ну собственно говоря Как уранистский КЭТ было Со времен 17-ти мгновения Весны Здесь ничего не поменялось Вот здесь Просто Тайная-потайная Рация Которую Можно было Встраивать Куда нужно было Чтобы никто Ее не обнаружил Вот Есть так называемые Оптические Передатчики Вот сейчас Я их вам Покажу Я принцип действия Не очень понял Но там Передавался Не только звук Но и Какое-то Какое-то Световое Изображение Потом расшифровывалось И можно было Как-то Общаться С тайными агентами И завершение По-моему По-моему Дальше Швапенштейта. Вот сейчас это все дело, к сожалению, превратили в такую столовую, в едальный зал. Вот. И, к сожалению, мы здесь все так не увидим. Но, опять-таки, дубовый паркет, демонстрация того, как они предотвращали атаки стран НАТО на ГДР и блок СЭФ. И мы заканчиваем наше путешествие.